здравствуйте мои зрители нахожусь в дафе евро шестом xf с огромнейшей кабиной той самой большой но не самый последний как-то у нас на фирме он около 3-4 лет по моему если я не ошибаюсь 14 года да я помню когда его купили эта машина с механической коробкой передач ребят несколько раз уже вы обращались ко мне по таким вопросам покажи покажи коробку механика потому что сейчас так так автоматы все заполонили что уже механики в нем не найдешь есть в ю тубе конечно ребята которые об этом рассказывают и показывают но вам всегда хочется такое увидеть от меня но я решил воспользоваться этим случаем есть возможность коллеги нету моего я взял ключи и надеюсь его позволение покажу вам эту коробку в этой машине значит ребят то что не говорят к сожалению почему-то в других видео по крайней мере я не нашел очень важный момент если у вас грузовик с механической коробкой передач после того как вы остановились и оставили машину на паузу вы просто заглушили и уходите домой да или на ночь в отличие от легковой машины когда наоборот вас всегда учили оставить передачу коробку то есть говорят машину на передачи эта машина должна оставить ставя ставится на паузу всегда в нейтральной передачи это очень важно ребят объясняю почему потому что у большинства машин там идет воздушный привод на выключение включение передачи да и машина которая теряет воздух а теряет воздух к сожалению 90 процент машин тяжело найти чтоб такая прямо завелась и вина прямо там давление было можно оставить передачу коробки вы придете и не заведете ее почему потому что без воздуха у вас не сцепление не выжмется не рычаг даже вы если сорвете там коробка в коробке будет забитая передача все равно а грузовой машине так все настроено что ключ просто не будет ключом вы не покручите стартер если компьютер видит что передача в коробке стартер просто не активирует то есть вот этого прыжка как знаете можно было жигуленок какой-то на передаче ошибся полоснул стартером а он прыжок вперед сделал да эта машина грузовая даже не будет щелкать стартером стартер не активируется и машина не заведется надо накачать воздуха чтобы вытащить передачу поэтому оставляем всегда на нейтральной это раз второе при езде на таком автомобиле ребят никогда 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 не ставьте в нейтральную передачу чтобы катила чтобы экономить топливо во первых там специфика смазки коробки она должна быть всегда в оборотах чтобы правильно я не буду в это углубляться но в нейтральной она неправильно не не идет полноценная смазка коробки там есть свой насос это уже к механикам вопрос но это ну на небольших пробегах это не означает что она клина даст но это для нее не очень позитивно второй момент это безопасность в любой момент я не знаю капля воды или еще что то может вас остановить двигатель вы сразу останетесь без гидроусилителя руля и без тормозов через два качка и это может быть чревато тем что впереди поворот и вы не справитесь с управлением или не сможете остановить эту машину когда же коробка в зацепе с трансмиссии то есть двигатель в зацепе с трансмиссию через коробки другими словами если всегда есть какая-то передача в коробке машина даже заглохну продолжает крутить все навесное соответственно работает и гидроусилитель и работа даже если подача топлива нет и двигатель как будто заглушен но трансмиссия проворачивает его и все работает то есть нет такого момента это две такие вещи которые следует запомнить теперь давайте глянем на саму коробку как устроена и как она работает вот я так постараюсь чтобы у вас не я так постараюсь чтобы у вас не было блика от лобового стекла и вы видели схемку которая нанесена вот еще и не настерла и стерлась не знаю сколько на этом дафе километров 365 тысяч пробег но еще очень прекрасно видно схему переключения давайте сначала посмотрим очень хорошо много люди много людей садятся без опыта и им очень хорошо запоминается что передачи идут как в легковой машине смотрите 1 2 вот вы смотрите только на эти внутренние цифры 1 2 3 4 на самом деле передач есть больше то есть есть четыре места вот я смотрите выжал сейчас сцепление вот смотрите первая вторая 3 3 4 вот эти передачи на этих местах как и в легковом автомобиле до тех пор пока вот этот флажок находится в нижнем положении сейчас я рассказываю вам продав ребят в некоторых машинах сейчас я скажу вам каких и как бывают некоторые чуть-чуть отличие но принцип один вот он внизу да если например в походу по логике если мы не припрыгиваем передачи хотя двигаться здесь желательно со второй потому что первая очень короткая как и автоматы двигаются со второй сейчас если не на ровном и немного груза ну соответственно вы заходите до четвертой передачи и вам нужно переключить на пятую пятая находится на том же месте чтоб что и первая но чтобы зашли все следующие места на месте 1 5 на месте 2 6 на месте 3 7 и на месте 4 8 нужно этот флажок переключить в верхнее положение когда мы переключили этот флажок едем вот мы едем на четвертой передаче мы переключили этот флажок в верхнее положение и перепрыгиваем на нейтральные и втыкаем как будто первую но зашла у нас пятая передача конечно все это делается с выжимом сцепления да ну и соответственно потом пошла 6 пошла 7 и пошла 8 было бы только 8 если бы еще ни одна ни один помощник поскольку с большими грузами тяжело даже одной передаче иногда перепрыгнуть например с 5 на 6 есть еще такая вещь которая называется половинки вот этот тумблер ребят вот этот тумблер при включении нижний вот смотрите нижний горит ручка такая зеленая включаю вверх она тухнет вот включается вот тухнет значит что это значит опять навожу пример скажем мы включаем вторую передачу вторую почему потому что у нас этот флажок внизу и этот мы держим на пониженный как бы до вторую передачу и трогаемся например с большим грузом с рампы на подъем убираем ногу сцепления и машина поехала потом при движении на этой же передаче сделав вот так и сделав еще один выжим сцепления включится на второй верхняя ее половинка так каждая передача имеет вот это верхнее положение и нижнее положение значит например на скорости около 60 километров в час мы на 7 движемся вот в таком положении доходим до 76 например на образно говорю скорость до делаем рукой вот так не трогая передачи не трогая сам рычаг передач просто делаем выжим сцепление и чувствуем что у нас пошло понижение передаточного числа также потом переводим на восьмую передачу нижнюю разгоняем до определенных оборотов делаем щелчок щелчок причем можно сделать заблаговременно даже из-за 10 минут она будет стоять ничего не происходит до выжима сцепления выжимаем сцепление и у нас самая высокая передача это высокая восьмая если чуть-чуть на например надо сбавить не так сильно чтобы переходить на седьмую а просто чуть-чуть надо сбавить достаточно опустить этот выключатель вниз и делать перевыжим сцепление и мы почувствуем что восьмой восьмой половинки высокой мы опустимся как говорят водители на половинку на восьмую пониженную и все вот это как бы каждая из этих восьми передач которые внесены делится еще вот этими половинками да есть еще такой нюанс что в дафи 4 например вольво с механикой ездил было три то есть уберем вот это место да то есть по первых местах как бы первая вторая третья да вот так как вы видите сейчас на схеме ну и соответственно потом уже цифры меняются потому что уже идет четвертая пятая шестая то есть мест 6 на тех же местах они 8 и соответственно также также переключаются половинки в рено например вы найдете только один тумблер только переключение половинок и вместо этого чтобы из первых четырех мест перейти на места 5 6 7 8 нужно сделать вот такой удар рычага в сторону то есть по линии нейтральной передачи знать значит в рено вы доходите до 4 выходите на нейтралку нужно вам 5 вместо того чтобы поднимать этот флажок в дафи а у вас нету этого флажка делайте такой удар рычага вот так в сторону и слышите и у вас уже вместо 1 пойдет 5 вот эти вещи в некоторых моделях так работает но каждую операцию нужно делать с перевыжимом сцепление как ехать ребят в отличие от легковых машин не скажу не хочу вам показывать сейчас подшу жалко мне парню срывать паузу тут машина стоит в паузе я свою карточку не за совал тем более ничего такого на видео вы не увидите стратегического отличается от легковой машины не то что чуть-чуть я вам рекомендую как бы задерживаться на нейтральной вот есть водители новички да они например что это означает доеду я вот на пятой передачи вот у нас пятая на пятой передачи и они вот я говорю давай шестую я иногда сбоку все а он так вот так вот не надо так вот чувствуя машину перевыжима здесь не надо делать как в старых машинах здесь хорошие синхронизаторы но вот не не силуйте его тяните с каким-то чувством при выжиме сцепления до нейтральной какая-то минимальная задержка и тя и даете усилие руки он сам почувствует когда совпадут и зайдет шестая понимаете вот есть всегда в грузовой машине такая маленькая задержка на нейтральной то есть это дает возможность лучше лучше синхронизировать шестерни да вот если с пятой на шестую или например там шестую на седьмую вот выжал сцепление вот так и потом вот так вот видите я сделал задержку они они прямо вот так как как формула-1 чтобы только на нейтральной задерживать тогда езда намного мягче и лучше второй второй как бы нюанс в многих машинах когда машина уже старая разбитая все заднюю передачу он пробует включать заднюю она начинает такой прямо при выжатом сцепление как будто не выжал сцепление шестерня по шестерне если такое явление есть приехал вперед остановился на месте включите первую чтобы остановить вал а потом заднюю и тогда у вас исчезнет не будет просто вот этого шуршание по по зубам ну это и неприятно и и портится оборудование все ребят я думаю что здесь больше рассказывать нечего механические коробки на европейских траках работают вот так всего хорошего будьте здоровы до свидания